Кассета вторая Из области таинственного О душе Храница 87 Происхождение и природа человека Как указание на духовность души его Человек созидается после всех видимых тварей Ибо всеобщий порядок видимого творения Состоял в постоянном восхождении к совершеннейшему Человек есть малый мир Сокращение и как бы чистейшее извлечение Всех естеств видимого мира Все прочие твари сотворены на службу его И потому он вводится в мир Как владыка в дом Как священник во храм Совершенно устроенный и украшенный Итак После создания животных земных В шестой день Бог Увенчал свои творения Созданием человека Который после всех явился на земле Как царь в своем владении Из священного писания мы видим Что сотворению человека Предшествует совет Бога с самим собою И сказал Бог Сотворим человека Бытие 1.26 Этим ясно высказывается Что с человеком начинается нечто новое В видимом мире Отличное от всего прежде созданного Потом человек творится не одним повелением И не однократным действием Но непосредственным и постепенным образованием И создал Бог человека Персть взял от земли И вдунул в лицо его дыхание жизни Так сотворен первый человек Адам И наложил Бог иступление на Адама И уснул он И взял одно из ребра его И исполнил плотью вместо его И создал Господь Бог ребро Ежевзя от Адама в жену И привел ее к Адаму Так сотворена первая жена Ева Наконец первые люди созидают По образу и по подобию самого Творца И получают благословение Господствовать над всей землей И сотворил Бог человека По образу Божия сотворил его мужа И жену сотворил их И благословил их Бога говоря Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю И господствуйте над ней И обладайте рыбами, морскими, птицами небесными И всеми скотами, и всей землей, и всеми гадами Присмыкающимися на земле Все это показывает, что человек не есть продолжение рода Созданных до него существ земных Не есть высшая только порода животных Он род Божий И хотя замыкает собой цепь земных творений Но вместе с тем составляет в ней звено Которым тварь соединяется с Творцом своим Существование окружающих его тварей Есть только чувственное и временное А человек, хотя и в теле, живет духом Хотя и во времени начинает путь вечности Хотя и в царстве и над царством природы Принадлежит в то же время царству небесному Филиппийцам 3.20 Такова сущность Моисеева сказания Происхождение первых людей Смысл этого сказания имеет прежде всего Историческое значение Это видно из его простоты и подробности Из связи с последующей поколенной росписью Из духа целой книги бытия и времени ее происхождения Притом в других местах священного писания Повторяются все главные мысли сказания Моисеева О происхождении первых людей Также показывается, что человек создан Богом Ев 10.8.33.4 Лука 3.8 Что тело его образовано из земли Ев 10.9.33.6 Екклесиаз 12.7 Псалом 103.29 Что жена сотворена после мужа из ребра Адамова 1 Тимофея 2.13 1 Коринфян 11.8 В церкви иудейской принимали сказания Моисея за точную историю Тавид 8.6 Серахом 17.1 Премудрость 2.23 Христианская церковь Точно так же понимала слова Моисея о происхождении людей «Кто верит в Бога Творца, тот был бы неверующим, если бы не признавал за истину то, что написано святыми его, то есть что Адам образован из земли, а Ева, сотворенная из его ребра, говорит блаженный Иероним. Из видимого и невидимого естества Бог своими руками сотворил человека по образу своему и по подобию, из земли образовал тело, а душу словесную и разумную сообщил человеку своим дуновением, говорит святой Иоанн Дамаскин. «Бог из сотворенного вещества взял тело, а от себя вложил жизнь. Творит как бы некоторый второй мир в малом великий, поставляет на земле иного ангела, зрителя видимой природы. Таинник о твари, созерцаемой умом», пишет святой Григорий Богослов. Затем нужно помнить, что хотя все в этом сказании должно понимать в смысле истории, но не все в смысле буквальном. «Когда мы в Моисеевой истории слышим, что Бог взял от земли персть и образовал человека, и отыскиваем смысл всего изречения, то разумеем здесь преобразование тела не действия рук на одну волю и величайшую, так сказать, внимательность к всему делу. Человеческое тело по его воле составилось из земли, и персть стала плотью, а потом от Бога вдунута была душа. Под именем вдуновения не разумеется здесь какая-либо часть божественного существа, но словом «сим» обозначается свойство души, как существа разумного, блаженный Феодорит. Сие вдохновение показывает только начало ее бытия и образ бытия, отличный от тех душ, которые прежде сотворены были Словом Божиим. Творческое вдохновение относится преимущественно к лицу человека, як оседалищу орудий чувствования и зеркалу души. Душа от первого видимого действия, а ее присутствие свидетельствующего, называется дыханием, из еврейского дыханием жизней. Ибо человек действительно совокупляет в себе жизнь растений, животных и ангелов, жизнь временную и вечную, жизнь по образу Божию. При всем том человек стал душой и живой, то есть по совокуплению души с телом сделался единым существом по внешней жизни, принадлежащим к кругу животных. Таков смысл Моисеева сказания о происхождении первых людей. Вопреки сказанию Моисея о сотворении первых людей Богом, лжеименный разум и помраченный смысл человеческий усиливается до сих пор. Объяснить первоначальные происхождения человека или древние теории самопроизвольного зарождения или новейшие теории видоизменения. До недавнего, до недавно появившиеся теории видоизменения Дарвина и его школы, по которой различие между человеком и животным совершенно сглаживается. Не лучше древнего представления эпикурейцев об автохванах, то есть самородных людях, возникавших из земли подобно растениям. Новая гипотеза только сложнее и научнее по виду. Она допускает первоначальное существование, но от кого или от чего неизвестно, одной или несколько органических форм, из которых будто бы мало-помалу, в течение миллионов лет развился мир растений и животных, да человека включительно. Итак, по этой теории между отдаленнейшими своими потомками, человек должен считать мхи и плесень, а ближайшим родоначальником своим – обезьяну. Хоть эта гипотеза не отрицает прямо божественного творения, но по самому характеру своему она, очевидно, несовместима с понятием о Боге, как о Творце и образователе мира. В основе ее лежит другая гипотеза вечного существования материи, поэтому главное и решительное опровержение ее в нелепости самого ее основания. И без особенных сведений в естественной истории можно видеть всю недостаточность данных, представляемых наблюдениями и опытами этой гипотезы, для таких заключений, какие из них выводятся. Наблюдения и опыты указывают только на некоторые видоизменения в породах животных, а выводы простираются так далеко, что весь органический животный мир почитается видоизменениями одной или нескольких первобытных форм жизни. Чтобы яснее видеть всю несостоятельность этой гипотезы, довольно сказать, что нет ни одного опыта, из которого бы можно было убедиться, что один род животных может производить совершенно другой род, например, лег тигра или осла и других, и наоборот. При мысли же о самозарождении, жизнь человека представляется бессмысленной, как по началу, так по продолжению и концу своему. Как не нравится Бюхнеру мысль о самопроизвольном зарождении, но и новый материализм не решается заявлять, что природа самопроизвольно творит человека и слона. Здравое размышление должно признать несомненным, что человек создан во времени и, следовательно, Богом, что тело его, как обращающееся в землю, должно иметь начало из земли, и что дух его бессмертный, происхождение высшего. Положение же, придуманное для подкрепления эпикуровой мудрости, так же неумно, столько же недостаточно для решения вопроса, сколько дико само по себе. Учение отцов в церкви о душе, как особом, совершенно отличном от тела, правящем в нем духовном начале. Бытие в человеке души, как совершенно отличного от тела, его начало духовной жизни, прекрасно, если можно так выразиться, рельефно доказывает. Афанасий Великий, он говорит, «Всякий, кто только друг истины, должен сознаться в том, что ум человеческий не одно и то же с телесными чувствами, потому что он, как нечто иное, является судьей самих чувств. Если чувства, чем бывают предзаняты, то ум обсуждает и пересуживает это, указывает чувством на лучшее. Дело глаза видеть только, ушей слышать, уст вкушать, ноздрей принимать в себе запах, рук касаться, но рассудить, что должно видеть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, не дело уже чувств. А судит об этом душа и ее ум. Рука может, конечно, взяться и за меч, уста могут вкусить и яд, но они не знают, что это вредно, если не произнесет о том суда ум. Чтобы видеть это в подобии, можно взять для уподобления хорошо настроенной лиры, сведущего музыканта, у которого она в руках. Каждая струна в лире имеет свой звук, то густой, то тонкий, то средний, то пронзительный, то какой-либо другой. Но судить об их согласии и определять их стройный лад никто не может, кроме одного знатока гармонии. Потому что в них только тогда сказывается согласие гармонический строй, когда держащий в руках лиру ударит по струнам и мерно коснется каждый из них. Подобность ему бывает и с чувствами, настроенными в теле, как лира, когда управляет ими сведущий разум, ибо тогда душа обсуживает и сознает, что производит. Тогда, как человек, говорит он в другом месте, часто телом лежит на земле, а умом мыслит о небесном и его созерцает. Часто так же, когда тело его находится в состоянии бездействия или сна, он внутри себя находится в движении, созерцает существующее в ней его, а так же переселяется и переходит из страны в страну, встречается с своими знакомыми. И нередко через это предугадывает, что должно случиться с ним на другой день. Тело по природе смертно. Почему же человек рассуждает о бессмертии и нередко из любви к добродетели сам на себя навлекает смерть? Тело так же временно. Почему же человек представляет себе вечно, вечное? И, устремляясь к нему, пренебрегает тем, что у него под ногами. Тело само о себе не мыслит ничего подобного. Необходимо поэтому быть чему-либо другому, что помышляло бы о противоположном и неестественном телу. Опять. Если глаза естественно смотреть и уху слушать, почему они от одного удерживаются, а другое принимают? Кто удерживает глаз от зрения или кто заключает для слышания слух, способный по природе слышать? Или кто нередко от естественного стремления удерживает вкус, назначенный самой природой для вкушения? Кто запрещает до иного касаться руке, предназначенной природой к действованию? И о бонянии, данное для ощущения запаха, кто иногда удерживает от принятия последнего? Кто все это производит наперекор тому, что естественно телу? Или почему тело, удерживаясь от требуемого природы, склоняется на совет кого-либо другого и обуздывается его мановением? Все это ни на что-либо указывает, как только на душу, владычествующую над телом. Тело не само себя побуждает к деятельности, а побуждается и приводится в движение другим, подобно тому, как и конь не сам собой управляется, а правящим его. Блаженностья Давид опровергает тех древних врачей, которые на том основании, что в некоторых болезнях терпят вред и приводятся в бездействие ум, заключали о тождестве души с телом. Говорит следующее. То же самое можно замечать на свирелях и других орудиях. Так протекающая или неискусно устроенная ладья в ничто обращает искусство кормчего. Разбитые в ногах и по природе медлительные кони или поврежденная колесница точно так же отнимают ловкость вездока. Так, конечно, и душе некоторые телесные болезни не позволяют выказывать в своей разумной деятельности. Если поражается болезнь и язык, затрудняется слово. Если поражены глаза, перестает в них обнаруживается деятельность, зрительная сила. Если болезнь коснется мозговой оболочки и зловредные пары или соки повредят мозг, тогда он, приполняясь ими, не в состоянии бывает принять в себя душевной деятельности, уподобляясь утопающему в воде и бесполезно машущими руками и ногами и остальными членами. И так, заключает блаженный Феодорит, благосостояние тела не составляет существа души, но при благосостоянии тела существо души обнаруживает свою мудрость. Этими словами отвергнуты почти все современные нападки на духовность души. Приложение Бытие в человеке, отличное от тела духовной нематериальной души. Существует ли душа? Если понимать этот вопрос в материалистическом смысле, а так ведь хотят его понимать некоторые философы, сделавшие для себя материализм мерилом философского мышления, то он будет значит следующее. И есть ли в человеке что-нибудь отличное от тела, от вещества? Не все ли в нем материя? Но что такое материя? Прежде всего это есть одно из понятий, составляемых нашей душою. Отсюда следует, что неизвестно существует ли сама материя, то что мы воображаем под этим понятием, но что наверное существует душа, то что составляет понятие я. Мысли, следовательно, существую. Хотя бы ни в одной моей мысли не было еще и крупицы истины. Я составляю понятие, следовательно, я существо, способное составлять понятие. Хотя бы совершенно было неизвестно, годятся ли куда-нибудь эти понятия, сообразны ли они хоть сколько-нибудь с действительностью. Может быть все мои мысли пустая фантазия, бред, пустяки, но одно несомненно, что я есть существо, производящее эти фантазии, этот бред. Я мыслю, следовательно, существую. Итак, душа есть нечто непосредственно известное, а она не есть вещество уже потому, что в веществе всегда можно усомниться, признать его созданием воображения, а в душе усомниться невозможно. Материя есть один из вопросов души, а душа есть нечто, стоящее вне всякого вопроса и напротив, производящее всякие вопросы. Сказать же, что душа есть материя, так же нелепо, как сказать, что вопрос существует без вопрошающего, или что тот, кто спрашивает, не существует, а существует только то, о чем спрашивается, то, что подлежит сомнению. Если мы думаем, размышляем, сомневаемся, то первое, что мы должны признать существующим, есть наша мысль, наше сомнение, а никак не тот предмет, о котором мы не только думаем, но в существовании которого еще и сомневаемся. Но обыкновенно рассуждают иначе. Источник в большей части ошибок, как самых грубых, так часто и весьма тонких, заключается в том, что люди свои мысли принимают за действительность. Человек всегда расположен к вере, а не к сомнению. Ошибка материализма именно в этом и состоит. Первое правило философии заключается в том, что надо бы исследовать, правильно ли мы думаем, не ошибается ли душа в своих представлениях. Материалисты же идут прямо противоположным путем. Они так верят в свои представления, что не спрашивают об их правильности, а наоборот спрашивают, подходит ли душа под их представления. Между тем, сомневаться в душе есть не лепость, а сомневаться в том, имеют ли надлежащий вид и действительные значения наши понятия, например, какой вес следует приписать понятию вещества. Есть дело вполне философское. Если мы способны познавать истину, то первые условия для этого должны состоять в том, чтобы была возможность как-нибудь защищаться от своих понятий, как-нибудь проверять их, подвергать пробе и исследованию. Мало ли что мерещится человеку, мало ли всяких фантазий он создает себе. Люди, грубые и неразвитые, верят во все создания своей души. Люди же просвещенные, философствующие, не верят всякой мысли, приходящей им в голову, а сперва строго ее исследуют. Итак, нам нужно разобрать, есть ли правильный смысл и соответствие действительности в понятии вещества. Конечно, отсюда не следует, чтобы мы при этом имели какое-нибудь правильное и ясное понятие о душе. Но несомненно следует, что душа не есть вещество, так как знания о ней и уверенность в ее существовании возможны и неизбежны в том случае, когда мы сомневаемся в самостоятельности понятия о веществе, или даже вовсе отвергаем его существование. Вещество не есть ли призрак, который мы себе создаем? Возможность и безупречная логичность такого вопроса доказывает, что нелепо признавать душу веществом. Кто это спрашивает? Кто предполагает небытие вещества? Тот вместе с тем неизбежно предполагает другое бытие, которое уже не есть призрак, бытие собственной души. К душе мы относим не только мышление, познание, сомнение, но и каждое ощущение. В каждом ощущении, не исключая и самого простейшего, повторяется появление той неизгладимой черты, которая отделяет непосредственно достоверный душевный мир от всего остального, что существует или может существовать. Возьмем что-нибудь самое простое, например, ощущение сладкого. Это ощущение столь же хорошо известно малому ребенку, как и ученейшему физику, химику, физиологу. Оно не зависит от всяких понятий о свойствах и составе сладких веществ, о нервах, мозгах и так далее. Мы можем тысячу раз изменить химическую формулу сахара, меда и прочее, тысячу раз переделать наши представления об устройстве нервов и их деятельности. Но все это немало не будет касаться ощущения сладости. В этом ощущении мы ничего не можем изменить. Не можем ни иоты прибавить к нему или отнять от него. И оно для величайшего ученого будет тем же самым, чем для дикаря или ребенка. Таким образом, данное, известное, достоверное будет в этом случае ощущение сладкого. И правильный вопрос, правильный ход мышления будет такой. Что и как производит это ощущение? От известного мы должны идти к неизвестному. Известное ощущение, неизвестна его причина, то есть вещество, нервы и так далее. Материализм представляет совершенное извращение логического мышления. Так как оборачивает вопрос, материалист говорит, существует вещество, как объяснить из него ощущение? Между тем, следует сказать, существует ощущение, как объяснить его из вещества или из чего вам угодно. Материализм принимает за достоверное то, что составляет еще вопрос, еще предмет исследования, и считает вопросом то, что одно достоверно, а одно может дать нам право на какие-нибудь вопросы. Это столь грубая ошибка, что ее не сделает никто, сколько-нибудь понимающий правильный прием умышления, сколько-нибудь умеющий рассуждать без предвзятых понятий, не предполагать существующему достоверным то самое, что подлежит еще и исследованию. Итак, мир души и мир вещества различаются тем, во-первых, что душа непосредственно достоверна и должна служить исходной точкой всякого познания. Вещество же есть нечто понимаемое непосредственно, не имеющее прямой достоверности, а подлежащее сомнению, разбору, составляющее предмет выводов и заключений. Все-таки могут нам сказать, в конце концов, может оказаться, что бытие, предоставляемое веществом, представляемое, есть то же самое, которым обладает душа. Вещество познается иначе, чем душа, но, быть может, это именно познание открывает нам сущность действительности. Мир вещества является нам посредством выводов, заключений, исследований, но потом мы, может быть, найдем, что в этом мире заключается разгадка и непосредственно известного нам мира души. Но если мы рассмотрим понятие вещества, исследуем, как оно образуется и что в себе содержит, то нам станет вполне ясно, что не только оно не может служить исходной точкой при начале исследования, а и никогда никакое исследование не признает его началом, из которого можно выводить все существующее. Вещество есть чистый объект. Понятие вещества образуется так, что в него влагается только то, что может быть объективным и никакой субъективности получить не может. Таким образом, вещество есть всегда предмет, нечто находящееся вне душевного мира и не могущее иметь с ним ничего общего. Вещество есть то, что познается, но что само познавать не может. Вещество мыслится, но само не мыслит. Ощущается, но само не ощущает. Бывает видимо, остязаемо и прочее, но само не видит, не остязает и так далее. Оно не может совершать ничего подобного не потому, чтобы это было невозможно для той сущести, которую мы облекаем этим понятием, а потому, что мы так составляем само это понятие. То, что мы называем вещественным миром. Есть наше представление, из которого мы ради объективности исключаем всякую жизнь, всякое подобие души. Отсюда следует, что не только душа никак не может быть вещественной, но что и то, что находится вне души, едва ли подходит по чистое и строгое понятие вещества. Декарт верил, что природа только вещественна, но большей части философов были другого мнения и весьма основательно. Нельзя думать, что в природе нет никакой жизни, что она есть голый предмет, голый механизм. Это такое же грубое заблуждение, как вера в неподвижность Земли или ее плоский вид. Потому, что природа есть наш предмет, есть то, что известным образом мыслится и познается. Нельзя думать, что она есть только такой предмет, только нечто так мыслимое и познаваемое, и ничего больше в себе не заключает. Это значило бы то же самое, что видя движение Солнца, думать, что оно имеет именно и это видимое движение, и никакого другого иметь не может. Итак, мы можем ясно видеть, что такое наше понятие о веществе. Это, очевидно, фикция, которую мы создаем ради удобства познания, ради того, чтобы всякая вещь, которую можно подвести под эту фикцию, была как можно предметнее, объективнее. Так человек, естественно, считает себя центром окружающего и, плывя по реке, воображаясь, что он неподвижно берега движется. Главный теоретический соблазн материализма заключается именно в той ясности, которая получается, когда предмет рассматривается только как предмет, как вещество. Но ясность не есть заказательство достоверности, а часто лишь повод к заблуждению. Что яснее того, что Земля неподвижна, а Солнце ходит? Между тем мы знаем же, что в действительность дело идет иначе. Материалистам кажется, что сущность мира и всего, что в нем совершается, вещественно, то есть пространственно и фигурно. Может быть, если невидимо на самом деле, то во всяком случае нарисовано, изображено так, как она могла бы быть видимо. Им кажется нелепостью, чтобы могло существовать что-нибудь менее ясное, и кажется несомненным, что то, что имеет такое ясное бытие, существует самым полным и достоверным образом. Но именно стремление к такой грубой и узкой ясности должно бы наводить нас на мысль о сложности этой точки зрения. Очень легко усмотреть субъективность материализма, то его свойство, по которому оно подводит вещи под известные форму мышления, не по свойству самых вещей, а потому что отдает этим формам предпочтение перед всеми другими. Когда говорят о трудности вывести из вещества его движения какое бы то ни было душевное явление, например, ощущение, то часто делу дают такой вид, как будто бы это какая-нибудь сложная и запутанная задача. Между тем, это просто задача невозможная, ни в каком случае неразрешимая, подобно тому, как в геометрии нельзя найти точки пересечения перпендикуляров, поставленных на одной и той же прямой линии. Когда самый вопрос внесен на условия, не допускающие известного решения, тогда это решение никогда не будет возможным для этого вопроса. Такой именно вид имеет дело в вопросе о веществе и ощущении. Понятие вещества так настроено, в него внесены такие условия, что из него никогда и ни в каком случае не может получиться вывод ощущения. И так нечего удивляться трудности и неуловимости этой задачи. Эта задача невозможная. Вот что легко смотреть при некотором самом элементарном философском понимании. Вот несколько очень простых соображений, касающихся вопроса о душе. Из них совершенно ясно видно и то, что душу нельзя признавать чем-либо вещественным. И то, что в материализме есть очень грубое, очень явное заблуждение. И то, и другое будет несомненно для всех, кто только вникнет в постановку вопроса, поймет ход мыслей, которого следует держать. Некоторые вещи уразуметь только потому трудно, что они слишком просты, что мы приступаем к ним, с Бог знает какими лишними и посторонними предубеждениями, они прямо и открыты. Если найдется какой-нибудь читатель, которому предлагаемые страницы будут новые, и которому они помогут попасть в настоящую постановку дела, то вот первое и главное, о чем мы будем просить такого читателя. Пусть он поверит не нам или кому бы то ни было-то, пусть он поверит самому себе. Пусть не сомневается, что если он уразумил вопрос, то ему следует безбоязненно держать все этого разумения. Знаете ли, достолюбезные читатели, какое самое сильное возражение против нематериальности души? Это возражение заключается не в каких-либо доводах и фактах, касающихся самой души, а в том страхе перед иноземной мудростью, под которой мы живем. Ведь там, за границей, есть множество ученых и умных людей, которые проповедуют материализм.